Блин, как вы это... Дети! Они же несовершеннолетние. Мало ли, что они там тебе присягнули. А я пальцы крестиком держал. Да какая разница? Он же маленький. Он не имеет права ни за что присягать. Это уже в средние века. В античности. Чёрт знает когда. Понимали, что он не соображает. Он недееспособен. Придём. Дядька должен быть, который за него, регент, пообещает. Этот мелкий, окей, он там Папкину печать... Хлопнет. Пришлёпнет. Да, кстати. А где это? Бумаги. Бумага где? Мало ли, что я на тебе обещал. Вот вы сейчас покойников победите, а они потом скажут... А мы вас по-прежнему не любим. Вот так вот. Ну, что, сучонок? Ответишь за папку, блин. Потому, что... А это где это? Это что, вассальная присяга, что ли? Отныне и навеки? А где ж там это? Обязуюсь быть твоим человеком отныне и навсегда. Там... Защищать на поле боя, в суде, денежной помощью. Там встань. Вот тебе за это земля. Мой стол, покровительство и всё остальное. Где это всё? Где вассальная присяга? Потому, что это говно, а не присяга. Да. И допостигнет в меня суровое возмездие всего советского народа. И презрение советских трудящихся. Вот. Где это вот всё? Блин. Ну, это ж бред. Мало того, что дети, так ещё и ритуал не соблюдён. Это, между прочим, юридическая процедура, которая оформляется в документах, которые, наверное, лежат у обеих сторон. Естественно. Ещё неплохо бы, на всякий случай, в Старгород отправить, в центральный архив. Чтобы был третий экземпляр, который, если что, можно будет всем показать. Смотрите. Вот. Тут всё есть. Ты что говорил? Какие клятвы давал? Нет. Это ж бред собачий вообще. Что это? А показали бы нормальную феодальную присягу? Красиво было бы. Интересно. Притом, что присягу-то приносит мелкие несовершеннолетние. А рядом стоят взрослые дяденьки. Возможно, даже взрослые тётеньки. Которые приставляют семью. Ну, просто побочную, более младшую ветвь. Вот и всё. Или там всех перебили вообще. Я как-то затрудняюсь. Смотрите. Эпизод за эпизодом. Дурость за дуростью. Ну и, конечно, то, что Санса там выступила, как конь. Дальше я не знаю, как укажут на ошибки. Правда, Санса тут же скажет. Да ничего не было. Чисто для справки. Вы когда на работе, блин, не в армии, не перед настоящей войной с зомбями. Просто на работе у вас совещание. И вы собираетесь выступить перед личным составом. Вот вы с генеральным сели и поговорили. О чём у нас пойдёт речь? Я говорю, товарищ генеральный, мне кажется, со всем уважением, что то, что вы предлагаете, какая-то херня. Генеральный говорит, возможно, херня. Но давай сделаем так, чтобы никто об этом не знал. Потом договоримся. Или сначала договоримся, чтобы мою херню откорректировать. Ну, я никогда в жизни, у меня в голове не возникнет идеи, когда начальник обращается к личным составом и скажет, товарищ начальник, ну херня же это. Надо сделать не так. Это значит, что я его подсиживаю. Но это сразу понятно, что я его прямо сейчас подсиживаю. Я ему насрать собираюсь. И уже... И уверенно сру. Многократно обсуждали, например, что сержанта при солдатах ругать нельзя. Командир взвода на построении, командиру роты никаких советов не... Слышь, Петрович, это всё не так. Ты только что херню сморозил, а надо не так. Вы в своем уме. Это ж военное руководство. Вот старший говорит. Это король говорит. Выше некуда вообще. А ты тут сбоку вякаешь. Там подзатыльники должны были звенеть на весь замок просто. Просто самса-то... Не смотри, что дура. Она из благородного сословия. У них это просто в крови. Не открывать рот на всякий случай. Да. Мало ли как расценят еще. Расценят строго однозначно. Потому, что это пидораска. Этот безвольный пидорас просто... Из покойников. Что-то как-то уже не складывается. Вы знаете, вот за вас воевать, за таких мудаков, которые внутри себя разобраться не... Ты бабе своей, намордник один...